Я простой человек с обычным набором проблем стресса, недостаток свободного времени и лишний вес. Будучи полной с детства, я то худею, то вновь поправляюсь, и в этом я не уникальна. Почти 80% похудевших вновь возвращаются к стартовым цифрам. Я решила, что в этот раз всё будет по-другому. В самом начале проекта, 4 апреля, мой вес составлял 77 килограммов 800 граммов. Я решилась похудеть, и обещала сделать это без непосильных физических нагрузок, без изнуряющих диет и без неподъёмных финансовых затрат. Прошло 3 месяца, и под руководством профессиональных диетолога, психолога и тренера я изменилась. Давайте посмотрим, как именно. В одном из центров здоровья я совершенно бесплатно прошла биоимпедансное исследование. Оно покажет, как изменился состав моего тела за время проекта. Показатели, которые характеризуют мышечную массу, а это тощая масса, активная клеточная масса, они остались практически на прежнем уровне. Самое большое отрицательное последствие похудения – снижение мышечной массы. Ты уменьшила количество жира в своём организме на 6 килограмм. Это ещё и результат правильного отношения, правильной концепции, которой ты подошла в этом проекте. То есть это и рациональный рацион питания, и активная физическая нагрузка, причём такая, которая позволила не истощиться, не просто выгнать лишнюю воду, а именно повлиять на жировую массу. У тебя было 19 килограмм, вот по данным исследованиям, а стало 13. И ты вошла в твой возрастной норматив по количеству жира в организме. Также результат – это активация основного обмена. Он был 900 – основной обмен, а стал практически 950. То есть скорости реакции в организме у тебя стали быстрее. Не без помощи специально подобранного рациона, который, кстати, диетолог может разработать для каждого. Раньше моё питание не было организовано вовсе. Я не выбирала правильные продукты и не заботилась о пищевой ценности рациона. Сейчас мои отношения с едой складываются по принципу рациональности. Это лишь кажется элементарным, но завести в голове счётчик калорий и состава пищи, научиться выбирать правильную продуктовую корзину, экономить финансы, корректировать меню ресторанов и совмещать правильное питание с постами – не самая простая задача. Я хочу спросить, вот овощи гриль есть у вас в меню, можно их сделать без масла? Конечно, можно. А какой-нибудь салатик ещё посоветуете мне? Есть у нас греческий, есть капреза. Там идут овощные салатики. Тоже можно его заправить лимонным соком, например? Можно заправить лимонным соком, можно не заправлять вообще. Всё можно, нужно лишь захотеть. Несложно также выработать привычку носить готовую еду с собой. Чтобы сформировать такую, нужен всего месяц. Физическая активность была мне в тягости. Я не только не занималась спортом, но и практически не ходила пешком. Автомобиль стал моей любимой игрушкой. Теперь тренировки доставляют удовольствие. Уже не нужно себя принуждать. Когда мы начинали с тобой проект «Весеннее обострение», было много слёз, мало пота и мало результатов. Ты начала говорить мне, что я не могу, у меня болезни, и перечисляла список болезней. Но сейчас ты сама прекрасно понимаешь, насколько у тебя появилось желание. И самое главное, когда ты дошла до какого-либо результата, у тебя появилась работа, работа минимума. И ты знаешь, что ты всегда готова физически поработать везде, где бы ты ни была. Посмотри на себя сейчас. Результаты выросли. Мы, самое главное, научились с тобой пользоваться собственным своим телом. И уличными площадками, авдовесок, парками, лестничными маршами и незатейливым инвентарём. Доступно, легко и бесплатно. Но самая главная задача проекта «Весеннее обострение» – разобраться с причинами набора веса. Почему каждый раз, сбросив лишнее, я снова возвращаюсь в полноте? Над этим мы с психологом работали три долгих месяца. И что же в финале? Для меня задача стояла сделать так, чтобы ты пришла к себе, чтобы ты выросла внутри себя, созрела и приняла себя настоящую. Для тебя этот процесс, он сопровождался избавлением от лишних килограммов. Ты избавлялась от каких-то чувств, от каких-то переживаний, от каких-то воспоминаний, старых обид. И одновременно ты избавлялась от тех килограммов, которые тебя отягощали. Ты стала женщиной, нежной, хрупкой, глубокой, вот такой тонкостью и трепетностью, которые чувствуются даже, вот если находиться просто рядом с тобой. У тебя глаза по-другому светятся, ты стала другой. И добавить нечего. Я отправляюсь в новую жизнь. Ну что же, теперь, получив такой колоссальный опыт, я должна научиться жить по-новому. Спасибо всем, кто был со мной эти три месяца. И до встречи в эфирах телеканала «Тюменское время».